Это моя игра, я пьюсь особый, не путай соль, а дикие, риблики, найки, буду басой. Время не пункт, время не ждет, и времени нет, либо тебя, либо ты, либо вас там все. Лега любителей, но это же дом твой, бей вновь, делай кино. Бей, беги, твоя банда на поле их, а скол футбол, братик, сам зацени. Здоровейки, булы, зрители старостольского футбола, с вами снова я, Константин Симонов. Обычно говорю, там лучше в этом здрасье, но как-то решил немножко, может быть, извинить вход в этот. Те, кто любит мяч, те, кто любит футбол, сегодня с вами снова я, Константин Симонов. И три гося, уже стандартно у меня, Евгений Бабанский, третий приход в мою программу, не просто так. Лидер футбольного клуба Промагра Юрий Городилов, правильно, Юр? Правильно. Капитан, ну как бы руководитель футбольного клуба Урал Медком и капитан футбольного клуба Здравушка Власов Сергей. Точно, я немножко это... Ребят, как у вас дела? Все нормально? Лето. Отлично, хорошо, лето заканчивает, и слава богу, такое жаркое, надоело, нафиг такое лето вообще нужно. Я чем старше становлюсь, тем меньше люблю лето. Ну что, туры проходят, кубки у нас идут, об этом поговорим. Начнем, наверное, сегодня немножко с другого. Давайте начнем немножко с регламента, потому что вот у многих возникают некоторые определенные вопросы, и я думаю, стоит расставить точки на... Правильно, вот первый вопрос такой, вот буквально сегодня общался с одним из руководителей команды, он как бы мне доказывал, ну и как бы регламент открыл мне, вот Женя скинул, там 18 страниц, по-моему, да, или сколько? Ну, очень много, короче, я попытался быстро пролеснуть, ну, все, как бы, хотя бы, они глазом смотрели, да, какие-то вещи, да? Вот он мне утверждал, что больше одного переноса за сезон нельзя, ну, как я помню, Женя мне сказал, что это все на самом деле не так, да? Ну, в регламенте это не прописано, это обсуждалось на собрании команд, насколько я помню, и так к общему ничему не пришли. Ну, вообще, хотелось бы, да, чтобы, там, один перенос, одна команда имела право сделать, потому что много команд переносит просто... Так еще переносы прописаны тем, что можно переносить при чрезвычайных ситуациях, а то, что команда не собирается, кто-то работает, такого нету, ну, то есть у нас отсебятина получается в Ливе. Ребята, вообще, как вы относитесь к переносам в игр? А сколько это может дискомфорт в команде уже? Если в команде много игроков по смене работают, ну, я нормально отношусь, потому что я сталкиваюсь с этой проблемой все время. День-ночь, 48, кто-то ушел в ночь, кто-то не пришел еще с ночи, поэтому кто-то спит еще. Ну, если реально идти навстречу, как бы, я не думаю, что уж настолько у нас супертяжелый там сезон, чтобы не пойти навстречу и посреди недели не сыграть матч. То есть, если люди реально работают по смене, ну, я нормально к этому отношусь. Костя, ну, мы, в принципе, как бы, наша команда «Здравушка», мы никогда игры не переносили, в принципе, относимся к этому отрицательно. Но вот на этой, на будущей неделе, которая будет, вот так случилось, что из-за того, что ввели кубок, вот, у нас соперник должен быть по чемпионату Невский, вот, у них стоит игра на воскресенье кубка, а в субботу, скажем так, сыграть мы не можем. Вот мы впервые, так я обратился к Хасту, говорю, что команда «Здравушка» просит о переносе игры. Так что впервые за два года, как бы, существования команды, именно летом, мы впервые к этому, скажем так, прибегнули. Женя, вот ты, как считаешь, что это немножко декомфорт такой в лиге, да, вот какие-то там есть... Ну, почему у нас в том же чемпионате России нету переноса, потому что там кто-то заболел, кто-то травмировался. Есть календарь, надо играть по календарю. Не, ну, а вот то, что это любительский все-таки футбол, Женя, может быть, есть какой-то смысл скачуху делать какую-то определенную команду? Ну, вот, один перенос нормальный, скачуха. Хорошо, я понял. Значит, все-таки по регламенту нет такого, что вот одна игра, то есть к общему знаменателю не пришли, и, то есть, вот как есть... Разговор был, но на этом все и закончилось. Хорошо, я понял. Почему начал именно с этого, потому что вот буквально на этой неделе была кубковая встреча между командами... Давайте посмотрим, почему так по-дурацки как-то, а? Давайте сделаем обычные значки. Команда «Мотор» и «Мясная лавка» куплю, кубок, как я понял, да, это был. Вот, команда «Мясная лавка» с «Мотором», как-то они там договаривались. Я только не понял, как, но к общему знаменателю не пришли. Ну, и как итог, мы видим, что команда «Мотор» собралась, команда «Мясная лавка» не собралась. Как объяснил мне Артем, Артем Гарбузов, вроде договаривались на более позднее время, как-то там, короче говоря. Вот, и в итоге матч поставили в 8 вечера, и все равно команда «Мясная лавка» не успела. Ну, вот, у нас есть комментарий... Сейчас, погодите, секунду. Так, комментарий есть Максима Козина по этому моменту. Давайте послушаем легенду, которая сегодня, кстати, исполнила ему у него сегодня день рождения. Поздравю Максима, Максим, для Бога тебе здоровья. Надеемся, что ты выигрываешь. День рождения. Да, еще не один кубок, не один чемпионат. Вот. Не забывай, что у тебя команда «Мотор» это... Не выиграет, да, не один кубок, не один чемпионат. Не знаю, сколько. Ну, ему, наверное, за 30 уже, да, Макс, по-любому. Нет, на год старше. Максим Козин, капитан футбольного клуба «Мотор». Макс, скажи, пожалуйста, вот высшая лига, кубок, как бы, играть с «Мясной лавкой», коллеги соперника не собирается. Ну, несерьезно как-то, да, как ты считаешь? Ну, да, здравствуйте. К сожалению, это очень несерьезно. И команда такая, «Мясная лавка» хорошая, всегда кусается и с нами. Вроде настраивались. Я и разговаривал с их руководителем, с Артемом Горбузом. Говорят, что там на 8 часов касается, что игра там, что люди работают, думаю, ну, соберутся. А тут смотрю, их 6 человек. Мы нас тоже, конечно, не густо, но мы были готовы играть. Очень, очень, как сказать, жалко, что красиво бы играют. Скажи, пожалуйста, ну, а вот если бы соперник вышел в 6 человек, как это? Или это все-таки не то? Я думаю, это, ну, не серьезно, ну, 6 человек. А это к пацанам как самим. Да, ну, смысла нет. Хорошо, и такой последний вопрос, Макс. Вот скажи, пожалуйста, вот мы каждый год по окончании турнира там лучшего менеджера даем, там, ну, помимо там всяких. Да, я считаю, что, наверное, как-то это стоит тоже учесть, да, вот, когда вот по окончании сезона будут награды выдаваться, учитывать, учесть вот сегодняшний сезон. Да, я считаю, что этим Мясная Лавка шаг назад сделала в своей организации. Команда всегда славилась. Вимиджи. Да, вимиджи, да, команда всегда славилась этим. Ну, я даже, честно, и Тему самого не увидел. Ну, может, не надо делать поспешные выводы, может, что случилось, не дай бог, конечно. Но я думаю, разберутся ребята, делать работу над ошибками. И потрепят еще нам нервы. Спасибо большое, Макс. Спасибо, Сиди. Спасибо, Сиди. Ну, а вот, ребята, вот скажите, пожалуйста, вот, если бы, допустим, грубо говоря, вот, ну, не договорились, не довстретились, как-то Мясная Лавка не имела права уже никак, да, переместить эту игру? Вот это уже все. Если игра поставлена, и ты, ну, как-то там, да? Ну, у нас некоторые команды умудряются переносить ночью, утром. Например? Например, Невские Дельта, VP Авангард. Они переносили ночью, узнали, что они не могут собраться и переносят игру. Как-то несерьезно это все. А, то есть, ты считаешь, что есть какие-то некие такие, не то что битвальные стандарты? Ну, в том же регламенте прописано, что до вторника ты имеешь право выбрать, если хозяин день, если ты гость, то время игры. То есть, в среду календарь утвердился, все, после среды уже переносить, я считаю, нельзя. Хорошо, Женя, еще какие-то есть вопросы, да, по регламенту, насколько я знаю, у тебя? У меня? Да. Да, в принципе, нет. В принципе, если их глубоко копнуть, то там много может возникнуть вопросов. По той же дружбе, скажем так, по регламенту, два раза техническое поражение, и команда судейской коллегии должна сниматься в соревновании. Прибор. Надеюсь, они на меня опять не обидятся, и не будет ничего. Ну, конкурент может, да, прямо? Ну, на поле конкурент. Да. То, что... А что там на ситуации с заявленным игроком, может быть, объяснение одно? Ну, играл игрок, который заявлен был за ВП, он играл за них, скажем так, доказали только один матч, на самом деле там был матч не один. Опять же, по регламенту, если два раза играет незаявленный игрок, команда снимается в чемпионаты. То есть, много таких моментов. Подводных камней много. Ну, с другой стороны, в принципе, организация устраивается, как-то, может быть, есть какие-то шарахания возможные. Да, хорошо. Насколько я понял, в Кубке там немножко другой регламент, правильно, Женя, я понимаю? Там вот я почитал, там в Кубке там как-то, если ты за одну игру... Ну, я не успел посмотреть, конечно, как там играл в ВП, там та же мясная лавка в Кубке. То, что если ты играл за вторую команду, за первую ты уже не можешь. Да, да, да. Если в чемпионате ты можешь играть там неделю за одну команду, неделю за другую, то в Кубке только ты за ВП-2, например, играешь. А вообще, как вы считаете, вот эта вот фишка того, что есть вторые команды, которые, ну, если из этих команд можно привлекать дополнительных футболистов в Юр, это как бы вообще нормально? Ну, в чемпионате России. Спартак с дубля, пожалуйста, играет за основную команду, если его заявят. Ну, я считаю, это нормально, но там нужно реально, наверное, собирать собрание по этому поводу и конкретно, чтобы все понимали прозрачность этой ситуации. Я, например, до сих пор не разобрался, кто из какой команды, куда может ходить. То есть, с первой, во вторую. То есть, если собрать... Там не будет за одну игру за... В неделю. В неделю, да, в туре. То есть, там, когда игру перенесли, может, не может играть. Я думаю, что именно по этому поводу даже можно на собрание, на будущем уделить время. И конкретно кому интересно, думаю, всем будет интересно разобрать именно ситуацию по двум командам. Потому что мы в мыслях тоже в мини-футболе, может быть, начать... А вторую команду? Вторую команду. Вот, нифига себе, с организацией растет, да? Ну, стараемся. Да, хорошо, понял. Сейчас я тогда это, да, добью тогда уже Урал метком, хорошо? Давайте в высшую лигу тогда пойдем немножко. Вот, в принципе, все следят, наверное, да? Юра, скажи, пожалуйста, ну вот мы с тобой встречались, когда вы были, по большому счету, начались с самых соревнований, да, этого сезона. Ну, вот, несмотря на последнее место, в принципе, мне кажется, 8 очков и в борьбе не потеряно ничего. Ну, последнее место на уровне одной победы может резко поменяться на середину таблицы. Ну, практически на середину. А сколько вот ты считаешь, что вот удачно выступаете, ну, какие ощущения, может быть, вкус какой от того, что в первые сезоны выше лиги ваш коллектив? Ну, скажем так, пока мы не поднялись на 2-3 места выше нижнего, мы пока, в принципе, не обсуждаем удачность выступления в турнирной таблице. То есть, мы стараемся обсуждать, даже, наверное, после игры это не получается, потому что порой поражения очень обидные, где-то эмоции заклёстывают. То есть, во вторник у нас тренировка, стараемся обсудить именно не турнирную таблицу, а игру. То есть, и даже не столько стратегии и тактику, которые очень часто обсуждают в Бейбеги именно уралмиткома, хотят получать много, пусть получают, там, или у них там тактики нет, они пусть и бегут. Во-первых, хочется играть в футбол с теми людьми, против которых ты выходишь играть в футбол, а не стоять и думать, что сейчас вот моя тактика не сработает, он меня обведет, обгонит и все, и мы сядем после первого тайма на лавку и будем плакаться и держаться за голову. То есть, мы реально попали в эту мясорубку и хотим, во всяком случае, выйти не битыми в плане самооценки. То есть, каждый должен дать себе отчет, что он боролся, у кого-то хватило мастерства, у кого-то не хватило мастерства, как может быть у меня, потому что я именно стараюсь организовывать команду, на поле есть гораздо больше в команде, много игроков, которые сильнее меня играют. И у меня к ним в этом сезоне, я вам сказал, будет одно требование, это оставить костяк команды, то есть, единомышленник, вот кто, не только там за меня, вот именно за команду, пусть она хоть как называется, но в данном случае Урал-Медкова-Москова, вот за команду. После этого сезона остаться командой, провести этот сезон, пожать друг другу руки и сказать спасибо. И уже после последнего тура заглянуть в турнирную таблицу и сказать, слушайте, ну, обидно, что мы последние, или хорошо, что мы не последние. Ну, в принципе, цель на сезон, это оставить команду, оставить коллектив именно тех, кто проживет в этой мясорубке, и я надеюсь, все получится, еще играть на самом деле очень много. Не, ну, чувствуется, Юр, вот, можно сейчас я вот лирическое одно отступление сделаю, как бы, Юр, то у нас, как бы, мы знаем, что у нас боксом занимался, да, вот сейчас идет Олимпиада, 4 боксера и все 4 улетели у нас. Скажи, пожалуйста, вот, как бы, ну, ты смотрел что-то? Я смотрел уже потом в интернете, потому что бокс как-то очень разобрано показывает по телевизору, ну, я понял, да, 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 и смотрел состав пар, как-то странно, одна весовая категория в день, они то ли месяц хотят, то ли этот бокс проводить, хотя Олимпиаду 2 недели всего. Ну, на самом деле, я очень много читал, что Лебзяк до турнира написал заявление об уходе, до турнира, я сегодня смотрю, да, зачем он это, зачем он тогда поехал на Олимпиаду, причем он говорит, что меня не послушали 4 человека, которые приехали, да, тогда назови их фамилии, не побойся, назови фамилии, то есть это ты, подожди, тут, то есть в том дело, не подкладывает ли он себе соломку, то есть люди 4 проиграли, сейчас еще, ну, двое или трое, например, проиграют, я же, я же, как вот люди у нас в России, я же говорил, нет, ты либо называй фамилии, либо помолчи, отвечай за сборную, ты доведи команду до конца, после финала скажи, ребят, вот мы, я извиняюсь за выражение, обосрались, и вот потому что я плохо готовил, или потому что люди меня не слушали, но вот к организаторам, я президенту докладывал в федерации, меня не послушали, да, но сейчас подкладывать себе соломку и рассказывать, что я записал заявление, 4 человека приехали просто так, ну, как-то... Ну понял, короче... Зная ли МЗК, я удивлен... Ну, давай скажем, ну, слабое выступление сборной, уже можно сказать, что это провал или нет, ничего... Ну, я считаю, что на чемпионатах мира, которые каждый год проходят по боксу, у нас в четвертьфинале практически всегда вся сборная, сейчас у нас уже первый, второй круг... Один боксер остался, да, ну, секунду, а мы еще не знаем, сегодня... То есть, на Европе я вообще привык, что у нас чуть ли не вся сборная в финале игра боксирует, а на мире, ну, в четвертьфинале практически все, тем более, зная культ бокса в нашей стране, ну, это... Уличного бокса, у нас больше культ уличного бокса... В том числе, да, ну, как бы все взаимосвязано... Ну, понятно... То есть, где-то я тут по Германии гуляю, ты столько веселых людей, которые хотят помахать руками, не найдешь... Ну, да, не, на самом деле, я могу сказать, если бы у нас проводили, не у нас, а вообще в мире проводили именно соревнования по перворазрядникам, то вообще России, мне кажется, вообще было бы... То есть, у нас, как минимум, перворазрядник, это вообще, то есть, как бы тут любого выдерни, ну, там, что-то там где-то... Выжил в Старомосколе, считай, в 18 лет, уже по-любому нужно присваивать звание, сто пудов какое... Да, в Старомосколе еще самое интересное, что, наверное, сейчас уже в России одна из сильнейших школ бокса. То есть, я, например, когда приехал в город из очень боксерского региона Ханты-Мансийского округа, я был... Ну, это вообще спортивный, очень опыт. Очень спортивный, потому что, ну, взять 90-е годы, откуда все начиналось, там были деньги, здесь их нигде не было. То есть, мы летали на турниры, на самолетах, везде ездили, а здесь люди чуть-чуть не сбрасывались. Ну, чуть ли не с родителей деньги брали, чтобы отвезти ребенка на спорт. Да не чуть ли так и было, а у некоторых спорт так и есть сейчас. И поэтому мне, например, приятно, что в Старомосколе очень много залов, и я знаю руководителей федерации бокса Оскольского. Молодцы, вкладывают деньги, вкладывают все. Я понял. Юр, хорошо, да, тогда вернемся вот к твоей команде и скажи, пожалуйста, вот повыше лиги, вот эту лирику, да, боксерство немножко. Повыше лиги, но чувствуется, что вот за 13 матчей каким-то мясом, может быть, у тебя просли, появился какой-то опыт такой, знаешь, ну вот как-то может быть уверенность это внутри себя. Я вот скажу, как мы играли когда в первой и второй лиге, то есть я следил практически за всеми лигами. То есть, может быть, больше сил у меня оставалось или больше интереса. Как-то я ходил, знал, что вышки там в первой, во второй. Сейчас, когда мы играем в высшей лиге, я реально сижу только за вышкой и все время вот голова думает там об этой команде, об этой команде, как с ними сыграть. Я смотрю, что у ребят примерно то же самое, то есть они приходят посмотреть на конкурентов. Мы обсуждаем, какие примерно, ну опять же не хочу сейчас разговаривать о стратегии и тактике, но какие механизмы игры мы будем использовать в той или иной игре. И после первого круга, ну мне кажется, что я вижу самое главное у ребят понимание, как играть против конкретного соперника. То есть, да, мы сыграли с СПЦ 12-6, через неделю проиграли 10-1, но понимание того, что у меня не получилось, именно того, что у меня конкретно про каждого игрока не получилось, уже есть. То есть, начинали мы турнир, там проиграли мотору, проиграли, сейчас уже нет, сейчас уже это обсуждается и я считаю, что дай бог это все получится. Ну это то же самое, как вот смотри, ты боксер, ты должен тебе знакомый, тебе в морду бьют, 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 короче, раз, я избили, два, три, пять. А потом ты начинаешь плодяться делать энергии. А потом ты начинаешь инфинктивно просто куда-то руки подставлять, там что-то, да, чтобы нос не сломали. Хорошо, ладно. Такой вопрос, может быть, кто, ну в самом низу, кто самые основные, как ты считаешь, конкуренты ваши в плане, я имею в виду, вот что, выживание, так сказать. Мы обидно в первом круге ввели 1-0 и проиграли спартанцам 6-1 за 10-15 минут, наверное. Да, я вижу, да, я смотрел, я помню. Просто, вот, чистая психология. И хочется с ними достойно сыграть. Еще раз? Да, еще раз. У нас будет принципиальнейший матч с локомотивом, со вторым, с которым мы в первом круге 4-4 сыграли, с ритмом, которого мы выиграли, и была реально такая боевая игра. Пересвет, которому мы уступили 2-1, но с ним вполне можно играть и можно бороться. Ну, вот Гарбузов предрекает именно Пересвет уволить. Ну, я не буду никому предрекать, и хотелось бы достойно сыграть серединкой таблицы с VP, с Dream Team, с лавкой, с которой мы в первом круге 1-1 сыграли. С Dream Team поиграть и с VP с ним. Да, конечно, Союз и Мотор у нас остались. Авангард, кстати, мы выиграли. Союз и Мотор остались, но с ними будет. Хорошо, ладно, вот мы еще вернемся к этому разговору. Вы следите за вашей линии, но по-любому что наверняка следите. За всеми. Результаты вас не удивляют, Женя, скажи честно. Ну, в принципе, Авангард, конечно, в этом году расстроил, скажем так. Ну, давай тогда, может быть, Сергей, перейдем к Авангарду именно. Да, и Авангард играл, насколько я понимаю, по-моему, да. Кубок, да? Да, Кубок, Кубок. Ну, какая разница, можем вернуться. Вот Авангард VP, как бы я говорил, что Авангард развалился, но вот сейчас на этой игре, могу сказать, что большинство игроков было, Ну, и как бы VP, там, мы выключили камеру, там, за 10 минут, по-моему, 3-0 был счет Авангард выиграл, как бы вообще разнес под орех. Вот в таком составе почему не собираться, да, регулярно, и вот, пожалуйста, тебе, да, казалось бы, VP достаточно крепкий коллектив, Ну, в хлам убили просто, в хлам. Ну, вот в этом и вопрос, что они собрались, наверное. Может быть, они какую-то задачу конкретно поставили именно на Кубок. То есть, вполне такое возможно, что они будут играть именно на Кубок, почему и нет. Ну, вот я в прошлый раз говорил, что у нас нападающий, главный Федор Боев, Михаолицын. Ну, вот Кузнецов, я не знаю, может быть... Он, по-моему, два года подряд становился лучшим бомбардиром вообще высшей лиги. Да, я как-то про него забыл, скажи, вам приходилось играть, насколько сложно может быть против него? Даже не то, что приходилось, я его со стороны видел, но я считаю, что достойный игрок на уровне с лучшими нападающими лиги. Реально сложно? На самом деле, вот в командах высшей лиги, если они собираются, то уровень игроков сейчас очень приятно высокий, с ними реально со всеми сложно играть, но он выделяется, хороший игрок. Я могу, как бы, это сказать, подтвердить. Ну, вот так вот все грустно для ВП. Что с ВП происходит? В принципе, состав есть, а что с коллективом, я не знаю. Я думаю, Артем Горбузов сказал, что с коллективом. Там нет, наверное, коллектива все-таки костяка, как-то понимание друг друга. В «Авангарде» все-таки люди в большинстве те же остались. Добавились, конечно. Ну, я думаю, давайте посмотрим окончательно результаты, но самое интересное. Я чуть как-то это… Ну, опять же, вопрос того, что… Это кубок-вызов вышел. Опять же, это кубок-кубок. То есть, не все команды настраиваются на кубок, и не каждый играет на него там на победу. То есть, кто-то все равно считает приоритетом чемпионат. Вот, например, есть команды, которые вот вышли из кубка-вызову, вышли в основной кубок. Все равно у них меньше шансов, играя с вышкой, чего-то добиться в кубке. Вы считаете, что «Авангард» может сделать ставку вот именно на кубок уже сделал? Потому что, ну, в принципе, в тройку нереально попасть, понятное дело, да? То есть, как бы… Ну, может быть, у их руководства как раз-таки есть такая цель. Вот они видят, что вот от третьего места они отстают на 13 очков в чемпионате. В принципе, это, конечно, можно догнать, но это надо рассчитывать на то, что СПЦ, «Союз Мотор» будет проигрывать. Следовательно, они, может быть, решили именно сделать ставку так. Мы сейчас вот будем на одну конкретную игру собираться кубок. Все равно кубок – это олимпийская система. Выиграли, там, проиграли, выиграли, ну, там, практически после групп сейчас будет. Вот. И, может быть, они сделать ставку. Ну, вообще «Авангард» такая кубковая команда. Турнир Угарова выиграли, в принципе, кубковый, да? То есть, как бы, вот это вот у них есть такое, я не знаю… Сегодня разговаривал с Сергеем Футовым буквально по телефону, как бы, человек реально, как бы, настроен, ну, все, все в бою. Типа, мы не рассыпались, вы не думаете, то есть, как бы, мы будем собираться. Поэтому я предрекаю соперникам не расслабляться, потому что «Авангард», ну, как бы, показал… Я вообще хочу сказать, что хорошо, что сейчас между третьим и четвертым местом такой разрыв. Сейчас отдельная высшая лига начинается. То есть, первые три места у них там какой-то свой мини-турнир. Я думаю, что, может быть, даже им уже не столько интересный, сколько вот с четвертого по двенадцатый сейчас начинается турнир высшей лиги. Или можно вот любым другим там назвать именем, но самое интересное, когда все очень плотно, очень рядом и, в принципе, команды каждая, каждая может победить. Хорошо. Вот, Юра, а вы не участвуете в Кубке, да? Участвуем. Мы с Невским на выходных играем, а в Кубке проиграли СПЦ-10-1. После позапрошлой недели 12-6 в чемпионате. Вообще у нас четыре игры с ними в этом сезоне. Ну, у вас такая группа, в принципе, можно цепляться, да? Можно цепляться. Кстати, перед нами Локомотив Невский играли. Интересная игра. Когда я, правда, увидел Невский, не совсем понял, что это за команда. Потому что там, смотрю, какая-то сборная города собралась. Там та же самая команда, только у них усиление, ну, ребята, которые играли за Троицкий по зиме. То есть там усиление очень сильное. А они внесены в чемпионат тоже или они только в Кубке играют? Я только не понял. И в чемпионат тоже. А, то есть вот эти все, Василий Шаталов, как я понял, Евгений Малахов и вот эти все ребята теперь будут играть в Невский, да? Ну, они забивают, но, как бы, многие люди, которые были приглашены в Невский перед началом чезона, я смотрю, сейчас неплохо на лавочке сидят. Вот, ну, я, например, был удивлен. То есть все-таки хочется, наверное, людям играть. Но, как я понимаю, сейчас будут другие исполнители на поле у них. Да, ну, может, под Кубок подвезли, я не знаю. Ну, я думаю, вам тоже стоит, Юр, побороться. Так мы будем бороться. Скажи нам, как бы, какая разница, с кем играть, выходи и играй. Лишь бы собрались, вот этот вот самый пресловутый день-ночь, она немножко выбивает из коллеги, когда люди работают. Хорошо, по составу, ну, я смотрю, здесь так, достаточно ровно даже вот цепануться не за что, да? Тут, как бы, гляньте, все группы такие вот. Микро каким-то чудом попало, то есть не часто спартанцами. Я смотрел, 2-0 летели, потом я пришел, поговорил с спартанцами, ну, попросил Федорова, чтобы он там особо не это не напрягался, чтобы 2-2 сыграли, шансы оставили для коллектива, да. Пойдем дальше по матчам, что у нас по высшей лиге, есть союз и ритм, ну, это был чемпионат, насколько я понимаю. Нет, по чемпионату вообще нет. Кубок тоже. Развивал, в кубке нет, по-моему, это. Ну, как, все команды высшей лиги в кубке? Все команды, да, высшей лиги, играли только в кубке. Одна только игра потом была, СПЦ с кем-то играла. Да, точно. Я просто запутался, там столько игр. Вы же играли чемпионат? Да. Ну, вот, мы просто к этому вернемся. Очень много игр всяких разных. Давайте посмотрим. Ну, там очень страшный результат, на самом деле. Сейчас включим. 6-1, по-моему. С рим-тимом или с римом? А, с рим-тимом. С рим-тимом. С рим-тимом. С рим-тимом, да. Ну, там, честно сказать, там, я не знаю, там они же отгрузили как-то вообще прям вот так жестоко и просто. Да что ты будешь делать, а? Как бы неудачно проигрывать. Ну, ритм с ветеранами, со своими. Тут небольшой конфликт случился в этой игре. Действительно команда ритм такая конфликтная или нет? Ну, у нас было, наверное, три мини-конфликта, которые, слава Богу, не переросли в более напряженные. Ну, они, мужчины, как бы взрослые, видимо, считают. Да, ну, в момент, смотрите, интересный такой, Дмитрий Михайлович перебрасывает. И нет голова. Ну, сто процентов гола, как бы, нет. Штрафной, Ники, ну, это шикарно. Так где вратарь? Ну, так вот же он, смотри, вот. Ну, там вратарь по форме, как бы. Ааа, по левой форме. По левой форме. Вратаря в стенку, что ли, поставили? Да. По регламенту форма вратаря должна отличаться. Отличаться должна быть? Обязательно. Это вообще обязательно. Ну, да, потому что сливается, да, немножко. Ну, просто в зависимости от того, кто был судья. Просто Сергей Юткин, он был, я считаю, так на поле бы не выпустил, потому что это грубое нарушение. Вратарь отличается только то, что он в перчатках. И все. Ну, значит, этот судья, кто там был, разрешил. Ну, вот видите, сколько мы по регламенту вопросов находим. Ну, это, на самом деле, с одной стороны не важно, с другой стороны, может быть и важные вещи, да? То есть, какой-то. Порядок должен быть везде. Ну, это то же самое, как обсуждали перед чемпионатом, мы обсуждали вопрос по поводу формы. То есть, вот Максим Иванович говорил, вот, конечно, желательно, чтобы у всех была форма, чтобы все были одинаковые. Ну, конечно, есть команды, у которых есть форма, они могут, у кого-то там два комплекта и тому подобное. Ну, а кто-то есть команды, которые далеки от этого. Да, ну, тут, как бы, сами видите, особо шансов по ритму. А нет видео, из-за чего стычка началась? Просто мы в этот момент разминались как раз и там видели что-то. Я понял, сейчас мы вернемся к этому, к сожалению, нет. Мы к тому моменту решили, что хватит, мучим камеру. Там почти прям до драки дошло. Да, ну, то есть, как бы, кто-то кого-то там тыкнул, кто-то кого-то плюнул. Вот, сейчас, веселый момент. Дмитрий Михалицын иногда подтверждает мои слова своими бомбардирскими качествами. Да, то есть, как бы, пожалуйста тебе. Ну, он же ударил пяткой, по-моему, ты пишешь? Ну, второй раз ударил пяткой, ну, а где? Волота не было два раза, пожалуйста. Хотя ворота, казалось бы, были пустые. Раз, вот пяткой. Игра вообще пешком не проходила. Ну, это как про разговор пенальти Краснодара. То есть, если бы был счет 0-0, я думаю, что он пяткой бы не играл. А что, пятка здесь, причем здесь пятка? Ну, где-то за пижоне. Ну, это пижон, что было? Ну, да. А тут был другой вариант? Да, с разворота бы ударил, если бы и корпус... Если бы счет был 0-0, наверное, Юра говорит правильно, если бы счет был 0-0 и вот им конкретно... Ну, да, в одну тут видно, что... Возможно, как бы что сказать. Ну, как вот Краснодар бил пенальти сейчас в ворота Терека. Если бы 0-0 был, они бы такой пенальти не били. Что касается конфликта, ну, тут, конечно, Кочергин молодец. Он забил шикарный. Что касается команды ритма, ну, действительно, многие команды жалуются. Я не знаю, правда, нет, что там у них какие-то конфликты постоянные с ними, что... Вот. Единственное, что могу сказать, что, ну, реально, люди старше, намного, да, летом по 40, там, ну, если у какие-то стычки с молодыми парнями, ну, мне кажется, вы, наоборот, должны давать какой-то, ну, как бы правильный пример того, что... Совет, ребят, давайте успокоимся. Да, да и все. А когда, наоборот, как бы, люди так сильно реагируют, кто кого там, что-то, где-то, ну, мне кажется, это немножко неправильно. Ну, у нас также с дружбой чуть ли до драки не доходило. Там тоже немолодые все играют. Да, на самом деле... Откуда вот это вот, я не знаю, может быть, в второскорском футболе сейчас скажут, опять же, я там гоню не то, чтобы на ветеранах, но просто вот это вот такое... Да, команда ветерана вообще одна из самых грубых и наглых была в мини-футболе. Нам же нос игроку сломали вот зимой, я думаю, помнят все. Ну, и чем это закончилось? Ну, ничем хорошим, на самом деле. Человеку одному нос сломали, второй, там, они, там, тяжбу, ну, друг против друга устраивали. Ну, кому от этого хорошо? То есть, что, ну, с другой стороны, за такие действия должны быть какие-то противодействия. Ну, сам факт, кому от этого хорошо? То есть, зачем это нужно? Что доказать? А неужели вот вы все играете в футбол, неужели вот иногда сложно так остановиться в своем... Да порой бывает, но не до дури уж совсем же, чтобы ломать друг друга. У Жени вообще не бывает, мне кажется, Жени такой. Не? Да. Я эмоциональный на Эггенополе, но потом... Да, хорошо, ладненько. Ну, вот, Dream Team Delta 6-2, у нас тоже есть эта встреча по кубку. Так, где? Вот она, Dream Team Delta, да? По команде Dream Team тоже неоднозначный коллектив, когда собирается, есть какие-то результаты. По команде Delta, что сказать, провал, да, в чемпионате, провал в кубке, наверное, будет, да, какой-то. Что с коллективом происходит? Сейчас у них вообще состава практически нету. Ну, вот такие вот еще. Я сегодня посмотрел, они полкоманды отзаявили, потому что они, наверное, не появляются. Ну, просто да, ситуация такая, что вот последние, я знаю, две игры команда Delta сама лично переносила. Потому что так получается, я разговаривал с парнями из этой команды, команда не собирается. То есть две игры чемпионата, а не именно, что по своей инициативе они перенесли. Потому что, ну, нет состава. 6-7 человек готовы играть, больше нет. Ну, вот смотрите, Руля какой гол забил. Да. Жикарно, да. Жаня чуть-чуть опоздал, наверное. Дальнюю лозу. Для Руслана это нормально. Ну, да, штампует человек, когда человек в порядке, тогда он в порядке. Действительно, как бы, ну... Мне кажется, Delta, да, что-то нужно делать либо с руководством, как бы, что-то в команде не то происходит. Мне кажется, это одна из лучших команд зато за пределами футбольного поля. То есть они постоянно на трибунах, они постоянно где-то там шашлыки-машлыки, и это у них вообще в порядке. Вот. А футбол это уже, как бы, есть команда у нас, которая вот на первом месте футбола, а потом, как бы, это, да, ну, может быть, команда Delta, у них философия такая оборотная. А передний футбол. Оборотная, да. Футбол это как прилагательный отдых. Наставили выходные, работа там, это, да, выходные, все, пришел, ну, и между делом там мячик попинал. Ну, вот эмоции. Дима Кирича. Да. Как бы, вот, пока не все складывается в футбольном плане у Дмитрия, ну, я думаю, он себе и задачи какие-то определенные наставит на этот сезон. Потому что играли, играла команда Delta, ну, вот, мы сами видим, да, тут, ты говоришь, пешком ходила игра «Союз», а тут еще вот смешнее, да. Что-то позволяют расстреливать вратаря. Причем, что самое ха-ха, знаете, что, у них вот, заходишь, вот, знаете, список футболистов там, ну, такой вот, допустим. Ну, там вот, Антон, он, как бы, защитник написан, да, я посмотрю, и он начинал защитник, сейчас он играет у них нападающего, ярко-орежного, как бы, в команде. Ну, забивают? Вот, как по-мегалицински тоже, да, пяткой. Ну, судя по игре, с Dream Team пока не очень хорошо получается забивать у коллектива. Нет, ну, опять же, это команда разных лиг все-таки. Dream Team – это вышка и команда в середине, Delta – это середина первой лиги. Может быть, все равно какая-то разница есть? Ну, пока Dream Team очень хорошо получается в свои ворота забивать, мне кажется. Удали-то. Классный, да? Можно нарезать, сделать все вот сюда. Ну, не без шедевров. Ну, это надо на музыку. Это единственный гол, да, Болчак? Надо на музыку наложить. Ну, его реально можно назвать, это гол престижный такой, знаете, действительно, да, престижный гол, красивый, все, так сказать. А где вратарь это был в этом моменте? Умеют играть в футбол. Которые приезжие. А, у них такие даже есть? Ну, да. Откуда приезжие? Ну, из Наргомаши, например. Артема Самсонова. Артема Самсонова. Не, ну, Артема Самсонова появляется в команде от случая в случая. Нет, ну все равно, что эти люди вроде бы у них есть в составе. Ну, понятно. Вот, например, с нами играя в чемпионате, все три их легионеров этих высочайшего класса, они все были. А, еще у Фасхудинов, у нас КПП, да? Да, да, да. Вот, то есть... С вами играли? Ну, вот, когда мы с ними в первом круге играли, они были. Ну, вы выиграли все равно. Ну, вот, что нас удивило, когда все эти звезды были, мы их обыграли 2-1. Очень интересная игра. Наверное, на мой взгляд, это была самая интересная игра нашей команды в первой части чемпионата. Через неделю мы с ними играли в кубки. Звезд никого не было. Нет, был Фасхудинов один. Звезд никого не было. Их было всего 7 человек. Они нас выиграли 4-0. И мы из кубка вылетели. Как бы, то есть, вот так. А вот, вообще-то, на самом деле, уже давно замечено, уже второй год подряд, что, как только Артем Самсонов подъезжает играть за команду Дельта, они постоянно проигрывают. Они всю зиму, по-моему, пока он здесь был, они все время проигрывали. Ну, мы не верим, что это обязательно из-за Артема, как бы. Ну, вот, как-то так. Ну, факты. Факты. Факты говорят сами из-за себя. Да, вот, Жень, как бы, Сереж, не могу обойти внимание. Вы, Сергей, сейчас немножко... Растеряли. Растеряли, да, очки. Что не так в команде? Или это, вот, как бы, это рано или поздно должно было произойти, как это остановка? Нет, изначально просто так получилось. Немножко, может быть, и вы в передаче немножко так нас вознесли. Я, может быть, открою немножко такой маленький секрет. У команды с дравушкой до чемпионата поставилась определенная задача. Ну, была такая. Да, задача. Так как мы пришли из второй лиги, у нас стояла задача четко и стоит до сих пор. Не вылететь обратно во вторую лигу. Это вот честная и искренняя задача. И задача в течение сезона у нас не меняется. То есть, по большому счету, по сравнению с составом прошлого года, у нас, скажем так, не играет Теплов, который перешел на роль тренера. Мы усилили всего одним или два человека к нам пришли. То есть, в основном состав остался второй лиги. Вот, и поэтому у нас стояла задача, чтобы мы не вернулись обратно, хоть как-то закрепиться в десяточке. Да, так пошло, что первая часть чемпионата у нас сложилась хорошо. И мы возглавляли таблицу после 13 туров. Но вот вторая часть чемпионата у нас началась очень плохо. То есть, из трех матчей мы потерпели одно поражение и две игры сыграли в ничью. И вот мы сейчас опускаемся, как бы, ну, в принципе, мы, как бы, относимся, это, конечно, печально. Но вылететь вам вряд ли уже получится. Ну, значит, можно сказать, что задача выпала. Потому что если не команда как Витязь, АТ, там, я не знаю, Триада, спецпоставка... Да им надо переоценить. И переосмыслить. Задача же ставится перед началом сезона. Ну да. Если у нас было какое-то супер, может быть, усиление, как у команды, например, там, Невский, скажем. Наверное, тогда бы руководством мы ставили задачи о том, что вот ваша задача в тройку и выйти в вышку. У нас такой задачи нет. Мы играем, получаем, как бы, удовольствие у нас... Плюс сейчас вот объективно у нас такой момент, у нас несколько людей уехали отдыхать на море. То есть у нас, получается, так вот, мы даже в последней игре... Вы можете перенос сделать. Ну, вот мы в какой-то степени из-за этого, может быть, и делаем. А скажи, Сергей, пожалуйста, вот если брать вот так вот, может быть, почему я и взял... Вот Типлок справляется со своими обязанностями? Как вообще в роли? Мне кажется, вот я смотрю со стороны, он, мне кажется, очень сильно влился. Ну, Костя, ну, наверное, это лучше будет. Вот если он придет на передачу, наверное, будет в какой-то степени лучше спросить у него. Да он не убьет. Он придет. Он придет когда? В конце чемпионата. Ага. Я думаю, он придет. Ну, нет, в принципе, ему как бы нравится. Я скажу единственное, что... А вот розовая футболка вот эта, которая постоянно на нем, она как элемент такой, как на удачу. Знаешь, как помнишь, Валерий Георгиевич Карпин, красную нитку, это... Крутил там пару матчей, чтобы Спартак выиграл. Ну, можно подшутить, например, пускай как локомотива Семен был, пускай шапочку петушок одевает. Ну, нет, ну да. Нет, ну я, честно, не знаю, может быть он в себе видит, не знаю, там, Зидана, например. Ну, Реал, все, футболка, насколько как бы. Да, может быть он тоже в себе видит Зидана. Вот они вчера там Реал выиграл и усилили, то есть они там завоевали кубок, хорошо отмечали, все они там есть. Может быть он себя так видит. Не знаю, у нас в какой-то степени, вот вы правильно отмечаете, у нас, может быть, стало так, больше порядка, дисциплины. То есть у нас первый год, когда у нас, скажем так, из четырех сезонов, то есть два лет от зимы впервые, когда у нас проводятся осознанные тренировки. Не просто мы там с кем-то играем, товарищеские игры, а мы действительно как-то назовем так, тренируемся. Вот. Ну, возможно, это и продает. А вот скажи, пожалуйста, вот раскрою, действительно, секрет. Вот у нас многие команды шалтай-болтай. Вы, вот как, как вот ваша неделя тренировочная происходит? То есть действительно собираетесь, бегаете, то есть все это есть? Или это миф, что у вас есть организация? Нет, у нас действительно есть какая-то организация, и организация тренировочного процесса. У нас есть в среду постоянная тренировка, мы играем спарринг-партнер. У нас есть Витязь, с которым мы договорились, мы с ним играем постоянно. В четверг у нас есть тренировка, именно вот мы проводим на поляне локомотива, то есть именно тренировочный процесс. Ну, это уже, что конкретно там делаем, но это, скажем так, наше. Ну, понятно. Вот. И раз в две недели мы выбираемся по понедельникам, мы выбираемся на пляж. То есть либо мы тренируемся на базе металлург именно на поле, то есть дополнительная тренировка, либо мы проводим тяжелую тренировку на пляже, именно на песке. Ну, то есть так, может быть это в какой-то степени тоже дает толк. Ну, вот это, скажем так, что дает толк, не знаю. Наверное, все в сумме. И тренировки, и работа, скажем так, нашего нового тренера, ну и в команде, наверное, какая-то вот. Ну, а чувствуется, что вот, знаешь, есть какой-то вот, ну, ребята почувствовали вкус побед, знаешь, то есть уже есть какая-то вот выходит уже вот ответственность такая, что по-любому нужна тренировку, нельзя пропустить, там нельзя придумать какую-то там болячку, что я там поиграл вчера, я сегодня не приду, там, знаешь, все эти вещи, нет, там мамка уехала, там попросил ключи, забыл, там чайник не выплечен дома и прочее, а сам с тёлками уехал. Нет, в принципе, у нас такого как-то люди не замечают. Если он с людьми вот уезжает, вот сейчас там один человек у нас уехал, как он сказал, в деревню, а деревня у него в Азербайджане, вот, нет, ну это действительно, вот он уехал сейчас туда. Ну, он, наверное, улетел туда, а не уехал, во-первых, на самолете. Ну, не важно. Если уехал, то везде через Азербайджан. Вот, тут у нас работает, не попадают, но в основном стараемся, то есть, у нас ведется там своя группа там в интернете. Ну, это у всех, наверное, у них, да, правильно? Люди отмечаются, если человек отсутствует по какой-либо причине, то есть, ну, у нас это все живенько, скажем так, живенько. Есть, отлично, хорошо, ладно, давай перейдем к вашей игре с чемпионатом, правильно же было у вас? Да, очень, со Спарта. С командой Спарта, Спарта переживает не лучшие моменты, внизу турнирной таблицы, давайте обестребляем. Да, вот оно. Мне кажется, наоборот, но данным это она переживает в лучшие времена, чем с началом сезона. Усиление есть в виде резца, там есть усиление Роман из СПЦ пришел, да? В виде тренера. Можно я вопрос задам? Давай. Вот вы собираетесь кричить? Давай, давай. Помогает это? Вот мы еще не кричим, может, нам поможет? Вот когда перед игрой в кучу собраться? Нет, мы обсуждаем тоже, тренер дает установку, кто он рассказывает состав, кто конкретно... Ну вот как со Спарта, вот скажи, что говорил Рома, то есть, о чем мы говорили? Кость, ну это скорее наше внутреннее. Не, ну вообще, я не имею кто-то, как с кем, а какой-то настрой был, Спарта там, все дела. Ну просто ситуация такая, все равно же нам, хоть мы и находимся сейчас на третьем месте, нам все равно не хочется отставать от Невска, от СПЦ. То есть, была установка, что надо стараться, нужна победа, нам нельзя отставать, но у Спарта новый, скажем так, наставник. Новое лицо, да? Да, у меня летали. Вот, нам очень сильно давали установку на, именно на Резцову, потому что все помнят, как мы играли с ними зимой, когда мы там, играли с ними, мы 6 забили, а Резцов один нам забил 7, и мы 7-6 проиграли. То есть, один человек у них делал по году. Ну вот, опять же, игра сложилась для нас. Результатом недовольны, первую, наверное, очередь. Не, ну, возможно, да, играли, в принципе, так, в принципе, неплохо, мне кажется. Вот тут момент, а, тут, да, вот смотри. Что тут? Ого. Вот как-то так. Нет, на самом деле, ситуация, сразу скажу, не могу знать, как зовут игрока, с Парта. После игры подошел, как бы, сказал, да, эмоции, захлестнули. Ну, не знаю, в принципе, наш игрок нарушил правила, он этого не отрицал, он признал, он даже не успел подойти и извиниться. То есть, вот сам факт. Ну, видишь, спросит, вдруг, вот есть интерес, судью не дать, вот это, знаешь, как. Я недавно нашел игру прикольную, какую-то там, на Денде, футбол, там, за какой-то 90 лохматый год, там, короче, игрок может, это, я, может быть, скину, ставлю, после программы, бегает, короче, судью, может, по полю убегать, короче. Если догнал, то дал, не догнал. А тут не понимает желто, не может показать, потому что, как бы, можно убегать по полю, вот тут, как бы, может быть, да. Ну, на самом деле, фолл жесткий. Вот, смотри. Сзади, ну, это умышленный удар по ногам, согласен, Серега? Я согласен, в полной, я, если не ошибаюсь, судья показал нашему игроку желтую карточку, может быть, это даже в какой-то степени... А, вашу? Нашему игроку желтую, да, в какой-то степени, может быть, это даже и тянуло на красную, потому что так оказали, вот, нашему игроку дали желтую, может быть, даже это тянуло на красную, но судья, как бы, рассудил так. Опять же, что интересно... Как звать этого малого, 15-го? Ваня. Что касается судей, вот, то, что ты сказал, судьи убегать, интересный момент, то, что игрок Спарты, когда уходил с поля, он снял футболку, и судья за ним даже не пошел, как бы, он не знал, какой у него номер, он его даже не записал. Серьезно? Да, ну, может, он в перерыве подошел, то есть, как бы... Опять он в регламент возвращается к всем этим вещам. Ну, я лично стоял с судьей, как бы, и он... Да, я думаю, что, ну, во скользком футболе... Ну, вот, пенальти, смотри, бум, зацепил. Ну, неумышленно, согласен? Ну, неумышленно, но он же его лишил возможности... Нет, это пенальти стопроцентный. Повело самого его, да, чуть-чуть. Ну, смотри, еще раз. Нет, ну, в динамике издалека казалось, что, как бы, это действительно фол, но мне, по крайней мере, с моей точки казалось, что фол. Да, это и так фол, в любом случае. Да нет, фол просто... Даже неумышленно. Он не сам, когда он забрался, он обвенчил фол. То ли, споткнулся он, непонятно. Ну, нахо об ногу. Да, да, он сам первый споткнулся, но он ударился об ногу, как я бы, напад-напада, короче, сам начал спотыкаться. Ну, и все равно фол, никуда не денешься. Костик реализовал, усилил? Костик, однозначно усилил, конечно, и это 100%, то есть такого игрока. Это вот, это единственное, что, скажем так, вот у нас приехал Руслан, который занял место теплового, и вот у нас пришел Костик. Два человека, которые пришли в нашу команду, все остались те же самые. Однозначно он усилил. Игрока такого уровня, игрока, поигравший в вышке, то есть у нас такого игрока не было. Мы все, кто играли, это игроки, кто начинали, назовем, тогда еще встретили, и второй. Вот, мы играли. Такого опыта есть только он. Ну, ты знаешь, что я могу сказать, мне кажется, Константин набрал в вашей команде. Мне кажется, он здесь раскрылся, это его коллектив, потому что в команде Авангард, он там что-то как-то между первым и вторым, и там он показывал менее, мне кажется, такой, менее эффектный и эффективный футбол. Здесь, конечно, раскрылся, да, я сам не ожидал, если честно, что он действительно это покажет. Молодец, ну, что сказать. Видать, тренирует, старается, да? Конечно, вот ответственно относится к тренировкам, то есть, опять же, у него нет такого, за что мы его ценим, у него нет такого момента, что вот я игрок, пришедший из высшей лиги, а вы тут играете, первая, ну, этот момент. Не, ну, высшая лига, высшая лига, он там все равно в высшей лиге не был прям, таким, звездой, так сказать, да? Здесь, мне кажется, вот он в своей команде и... Опять же, Костя, ему все равно, ему вот в трансферное окно, ему поступали предложения из высшей лиги. Я, как бы, не скажу конкретно от кого, ну, не суть важен, ну, нет, вот, поступали. И он, как бы, может быть, в какой-то степень даже задумался, но потом он сказал... А, то есть, вот, когда он уже играл в вашей команде, вот, ну... Да, вот, вот, трансферный окно, который топил, он сказал, говорит, Серег, я вам дал, дал вам слово, что я доиграю в вашей команде до конца сезона, а там уже будем думать, Минько, то есть... Ну, я, мне кажется, вот, я константин смотрит нашу программу, мне кажется, да, нет? Ну, в какой-то степени. Ну, да, я могу передать ему, что, мне кажется, имеет смысл остаться в любом случае в здравушке, потому что здесь он, на своем месте, здесь он раскрылся, мне кажется, бывает, ну, его команда, и все. Более уверенно играет. Да, нет смысла менять. А вот скажите, ребят, нет, вот, вот, я понимаю, что это, как бы, нужно оформлять как-то официально, но, мне кажется, недалек тот час, когда скоро начнут бабки брать за переходы люди. Нет? Ну, почему нет? Ну, а хоть сейчас давай и пойдет, ну, или не пойдет, сейчас кто мешает, давай. Не, я имею в виду, смотри, вот, так, может, я играю в команде, там, вот, за костями, может, есть смысл, то есть, как бы, это... А, чтобы команда команде, да? Да, как бы, ну, леты там какие-то, нет? Отступные? Да. Ну, это интересно, только, наверное, должно быть самому игроку, то есть, в принципе, команде, ну, я же не могу... Это тоже такая продолжение этой всей игры, фарса, ну, как, не фарса, это все игры, то есть, всего этого маленького... Ну, опять, у кого больше денег, кто-то и это... Да, опять СПЦ, что ли? Нет, ну, я же не заставлю, если, например, его как игрока перейти в другую команду. Есть у них наличка или нет? Или они будут как платить-то? Ну, не знаю, может, заготовками металлическими будет выплативаться. Там же наличка нужна. Ну, да. Ну, зарплаты получают. А, ну, может быть. Ну, это уже другой, как бы, совершенно... Это уже почти... Это профессионалы. Ну, тут, смотрите, тут это без всякой перемотки, тут, прям, упал, встал, мяч как-то там... Он увидел мяч, случайно. Ха-ха, вообще. И вот он добивает, еще должен был... А вы заметите, сколько вот в этом обзоре, да, людей в пустые ворота, то пятками Халицын, то, короче, вот... Ну, опять же, он не выключился и заперевал. Нет, красавица. Вот тут мяч как-то вот, как-то ощущение, что это как на перемотке стоит, да? Да, но на самом деле я не ускорял, ничего не делал. Просто мяч отскочил в него. Он как-то обработать успел правой ногой. Правая ударила, левая, пожалуйста, человек на... Но он бьет с двух ног. Молодец. Ну, вот тут. Ну, повезло, не повезло. Как Спарта вообще? Не их место это внизу, то что ли? Вот, хотя ты, мне большой этот момент интересный был с точки зрения судьи. Просто я... Рука. Да, рука есть. Управление мяча изменено, полёты мяча. Ну, это пенальти. Ну, на самом деле, как же... Это пенальти, конечно. Ну, Сергей, ну, если пенальти... Я тоже посмотрел, сначала издалека не видно было, а тут, конечно, видно, что в пенальти и был. Вот поэтому все точки нам и расставлены. Судья не ошибся в этом моменте ни разу. Как-то неестественное положение руки. Ну, да, возможно. Вот такой, почему? Мне кажется, очень даже веселый матч такой напряженный получился. Ну, скажи, главный вопрос, ты как думаешь, всё-таки, допердите до чего-нибудь? Будем стараться играть. Сейчас у нас идут все матчи. Тем более, может быть, в первом круге на нас не настраивались, как на лидеров. Сейчас на нас настраиваются. Второй круг совсем другие игры. Второй круг будет по-другому. Если в первом круге мы... Вот сейчас мы отыграли во втором круге три матча. Спарта, Сокол и СПЦ. В первом круге мы набрали с ними 9 очков. Сейчас мы набрали 2. Вот, пожалуйста, тебе. Давайте, может быть, действительно, мы обсудили все команды. Здесь, кроме команды СПЦ-2, прошла такая информация, что, может быть, команда СПЦ-1 будет ещё усиляться. Я пока не готов назвать. Нобеля Рустамян, он есть такой главный инсайдер России. Мы с ним недавно разговаривали. Он мне сказал, что команда СПЦ будет усиляться определенными людьми. Куда коробочка полна? Куда всё это делать? Наверное, в СПЦ-2. И второй момент. Если СПЦ-2 по итогам турнира займёт первое место, что, как? Там же, как я понял, регламент опять же говорит, что нельзя, да? Да. Команде дублю нельзя участвовать в одной лиге. Цель хотелось бы их узнать. Но я думаю, что СПЦ сделает третью команду, и она в итоге выиграет первую лигу и попадёт в высшую. Третью команду? Ну, а потом можно и СПЦ-4 создать, если есть возможность. Хорошо, я понял. Какая цель? Для чего им только команды, ну, две команды выше лиги? Может быть, три в будущем? Не, а вот скажите, пожалуйста, вот реально, если вот, то есть, как бы переименовать там в другую, то она будет, как бы, там, да? Ну да, главное, чтобы остался костяк, там, организатор, и тогда можно переименовываться, пожалуйста, играть дальше. Нет, опять же, просто возникает вопрос. У СПЦ и у СПЦ-2, у них один и тот же руководитель, то есть, вот Денис Зинов, там, второй человек, там, забыл, первый, что-то есть. Шестаков, Антон. Да, вот они руководят, вроде бы, как двумя командами. И вопрос там, получается, у них спонсор, назовем так, один, руководитель один и тот же на две команды. Получается, эта команда, как будто бы одна и вторая. Ну, тогда, по идее, по регламенту СПЦ-2 не имеет права играть в высшие лиги, если она выйдет. Есть такое, получается, это так? То есть, руководители, если они не тот же, то... Да, ну, там несколько пунктов, получается, руководитель, кто у них является спонсором команды, если это все одно, то, получается, это как фарм-клуб. Точно так же, как и настоящий футболь, например, там, Зенит 2, Спартак 2, эти команды не имеют права играть в высшие лиги. Вот они дошли там до ФНЛ и играют. Точно так же и здесь. Получается, у них должно поменяться спонсорство, должен поменяться руководящий состав и изменить, наверное, название команды. То же самое, например, ну, ладно, немножко другая ситуация была по поводу Локомотива. Локомотив 2. По идее, у них тоже был один руководитель, одно спонсорство. Ну, вот, когда Локомотив 2 вышел в высшую лигу, ну, там сейчас ситуация немножко другая, как бы, получилась. Вот они и оставили. Локомотив 2 есть, а Локомотива 1 нет. Ну, вот так вот. Так они хотят или не хотят? Я так и не понял. Вот это неизвестно, потому что команда из ПЦ2 оказалась. Насколько я общался с ребятами из ПЦ2, они хотят играть в высшую лигу. То есть, ребята именно хотят. А вот команда из ПЦ2 хочет играть в высшую лигу? Ну, тот же, например, изюм. Ему неинтересно, Витя, привет. Ничего. Да, ему неинтересно играть, может быть, в первой лиге. Ему интересно играть в высшей лиге, потому что это игрок в высшей лиге. Ну, возможно. Ну, невозможно, так и есть. То есть, из ФНЛ Зенитова не может выйти в Премьер? Нет, официально. Ну, смотрите, как будет развиваться ситуация. Ну, как считаешь, они выиграют все-таки? Сейчас по составу, если действительно, как усилился Невский, я считаю, Невские должны быть точно лидерами. То есть, думаешь, все-таки Невский сможет, да? Ну, судя по тому, как мы играли две игры, вот мы два игры сыграли с СПЦ и одно с Невским. Невский, это команда, на мой взгляд, с ними намного тяжелее играть. То, что Дима Сербенюк делает в защите какой-то уровень, ну, это просто для меня это нереально. А что делает НПМ? Ну, это класс. Для меня, Костя, это класс. Это человек, который показывает очень классный уровень футбола. То, что он делает, ну, например, как он играет в защите, когда я вижу, там, на их матче иногда прихожу, как я вижу, как он играл с нами, ну, это объективно игрок не первой лиги. Это игрок, не знаю, на мой взгляд, он бы усилил там и тот же, и там, и Союз, и Мотор. Ну, это очень сильно, для меня очень сильно. Ну, давай включим матч Невский к Мар-Уда. По Мар-Уде, что можешь сказать? Что-то есть какая-то, какая-то команда? Значит, что-то вместе идет? Ну, в принципе, это наши соперники, которые, я думаю, мы с ними будем как-то бороться, там, в троечке, может быть, пытаться. Что там за команда такая, я не пойму. Ну, ребята хорошие, губкинские, с ними очень тяжело играть. Нравится, у них очень нападение, один парень играет, Слава, если не ошибаюсь, зовут, очень быстрый, вот, второй, как раз-таки, номер. Вот, сейчас у них очень хорошая организация, у них собирается целый автобус, выделяется спонсорство. Ооо, они приезжают, ну, вот я, по крайней мере, последние две игры, я видел, как у них приезжали, не знаю, кто это поддерживает, близкие какие-то, или кто-то там, друзья. Но приезжает целый автобус губкина. Болеть за акмаруду именно, да? Да, именно за акмаруду. Вот, видишь, есть куда работать, есть куда стремиться. Ну, у нас на работе есть пазики. Много людей, кто хочет, все будет сильнее. Мы будем в организации. Возить людей на футбол, да? Я бы, я лично, на Симовальске, знаешь, что бы еще подключил? Я бы сделал тут на заднеплане шашлычную, знаешь, поставил бы 5-6 этих, ну, там, пускай 3-4, там, этих мангала, знаешь, и все дела. Вот, ларька мало. Мы играем на Металлурге, запах шашлыка сбивает от футбола, на самом деле. Да, хорошо, что за алкоголю он не сбивает. Там еще, если музыку возле этих шашлычек, там, на футболе, то как будто играть и думать, когда мать закончится. Хотя, с другой стороны, сейчас вот откроют там шашлычницы, да, все, это же пьяные начнут плазить, короче, там, гнать беса, да? Ломать все дружки и прочие вещи. Вот в этой встрече, как я помню, Невский играл без усиления вот этого блатного. Нет, я не знаю. Ну, я вот по игре вот, я смотрю, то есть, я буду... Насколько я помню, что в кубке они уже играли с ними. С блатными. С локомотивом, вот они играли уже, назовем тогда, с блатными. 5-2 выиграл, насколько я думаю, да? Да, то есть, опять же, локомотив 2, команда высшей лиги, которая идет, вроде бы, не в самом конце, Невский ее разбирает 5-2. Ну, опять же, ты говоришь, потому что... Там 2-2 долго был счет. Интересный, кстати, материн. Да. Хорошо, вот, гол какой-то команда Невский сбивает, пожалуйста. Что нужно, как это реагировать на это, я даже не знаю. Ну, с одной стороны, если, как мне кажется, если вратарь поставил пятого игрока, пятый номер, игрок на штанге, наверное, он отвечал за то, чтобы вынести. Игрок либо услышал подсказку вратаря, что вратарь забирает, либо он, не знаю, почему-то отвернулся от мяча, он залетел в ближний угол. Что такое? Все узнали, все. Ну, давай-ка, что, попробуем. Да, странный момент такой, на самом деле. Жаль, что среди нас нет вратарей. Ну, ошибка здесь. Ну, что тут даже если бы среди нас был вратарь, ошибка. Ну, в любом случае, вратарь, да, бы запустил. Что тут? За свои вратарские отвечают вратарь. Значит, тон не так поставил, может, не проконтролировал, я не знаю. Ну, вот мы видим, что вроде нету этих звезд футбола. Форма, да, у Невского немножко изменилась? Новая форма. С зеленого на синий цвет перешли. Как-то непривычно, да, видеть команду Невский вот в этих цветах. Ну, действительно, проходит время, так привыкаешь к нам отцветают. Конечно, я сначала не понял, кого монтируют, думаю, что же это за команда. Как-то другая команда. Дублянь тоже в защите Кумаковый бардак произошел, да? Два гола таких, турацких, да, абсолютно. Смотри. Это же Эврика бывшая, да? Да. Ну, да. Очень сложно просто Эврика без Михаила Богатырева при этом. Ну, да, я сначала не думаю. Представь, да. В красном играют. Они же в синем сами. Да, да. А вот, кстати, там тоже, опять же, если возвращаясь к регламенту, по формам там как-то, то есть тоже... На повышенной лиге строго там должны, как бы, оговариваться цвета двух форм перед началом сезона. А я имею в виду, кто дома, кто-то диктует условия формы, да? То есть, как бы... Ага, ясно. Ну, опять же, наши судьи могут сказать по-другому, что вы вот хозяева, вы одеваете манишки, потому что вот вы там должны иметь два комплекта формы. Кто-то говорит о том, что... А есть у вас, у ваших команд два комплекта формы? Ну, у нас комплект формы должен был прийти в июле, там, них немного запара на производстве. Должен в августе, может, в конце августа прийти второй комплект формы. Ну, как вот такой вот... Хотя я тоже мог такого вот, я уверен, на сто процентов, если вспомнить мою, можно сказать, такую не очень успешную футбольную карьеру в каком-то смысле, да? Как мясокомбинат хоронил на футболке промаха. Ну, это все-таки немножко другой турнир по уровню. Я такие наверняка тоже перла выдавал, да? Костя, ты думаешь, только ты один? Нет. Я думаю, Саша Кокоренко, знаешь, кто-нибудь из таких. Ты думаешь, что они так бы не сделали? Да, они на чемпионате Европы показали, как они могли играть. Примерно так же, только можно... Вот что вот это за ситуация? Да у него там млекопластик, по-моему. А-а-а. Да, или нет? По-моему, да. Они в Монте-Карло показались. А-а-а. Ну, пожалуйста, какие-то голы абсолютно такие, да? Хмар Уда по большому счету себе разбивал. Ребята, обратите внимание на какую-то свою такую игру. В принципе, пожалуйста, человек, два мячика забегут. Да, ну вот как-то так на самом деле. Идем дальше по кубку. Давайте еще посмотрим. Кубок, кубок, кубок. Так, у нас из игр остался... Микроинкор. Микроинкор – это чемпионат, насколько я понимаю. Правильно? Давайте вот тогда уже кубок забегут. Так и Невский Кмар Уда тоже чемпионат? Да. Да? Нет, Невский Кмар Уда. Нет, Невский Кмар Уда, по-моему. Это чемпионат. Да, чемпионат. А, хорошо. Невский с Локомотивом играл в кубке. Вот по кубку быстро, если Авангард, Спартанцы, Микро ВП. Я думаю, что Авангард, Спартанцы пойдут выше, да? По результатам, судя. Тут СПЦ, Невский, Локомотив 2, Урал, Митком. А тут 2 команды даже идут туда дальше, да? Что будет зависеть? Как мы на выходных сыграем с Невским. То есть, Невский наберет очки 3, значит, они, скорее всего. Но хотелось бы нам набрать. По группе Б, я думаю, тут все понятно, Союз и Дрим Тим, ну и тут мясная лавка, мотор, Пересвет, Спарта. Пересвет для меня по-прежнему остается абсолютно непонятной командой такой. Ведь Спарта, в принципе, боевая. Ну, тут группе Б. Ну, мотор проход дальше, а вот остальные, второе место, мне кажется, либо лавка, Пересвет, Спарта, может быть, в какой-то степени попытаются побороться. Так же мотор уже прошел. Мне кажется, мотор, лавка, там же результат не занесен. Не занесен, да? С мясной лавкой, правильно я понимаю, да? А так что в этом матче? Мотору признали 5-0, конечно. 5-0, да, победу, победу, 5-0, да. Хорошо, ладненько, смотрим, у нас остался там Микро-Анкор, да, ну, счет встречи 1-1. Микро в обновленном, в определенном смысле составе предстает. Тут нападающий новый появился, еще какие-то ребята там, Дергачев из команды Пересвет, Влад Кирьян, ну, там, короче говоря, что сказать. Населяются. Мне сложно оценивать игру команды Микро, я пристрастен. Может быть, Жень, ты или ты, Сергей, кто смотрел, Юр, я не знаю. Я не смотрел, ты. Вообще, в принципе, по команде Микро. Очень слабо, да, нет, Сергей? Нет, ну, мы сначала было сильное. Мы с ними играли, да, то есть изначально они шли как-то, мне кажется, более что ли посильнее. Сейчас как-то, да, мне кажется, они надежд много перед сезоном дали. Что-то у меня такие вот, как бы, ассоциации, мы с ними начинали тренироваться там на металлургии. Мне кажется, у них было очень много надежд. И вратарь у них появился там дополнительный выткат участного тренировки. И как-то вот казалось, что они прям дадут в этом сезоне жару. Но как, судя... Они, по-моему, перегорели после «Сокола». А когда вот тогда «Сокол» отыграл 4, да? Когда Шевченко... Да, да, да. С 6-1 отыграл 6-1 и 7-6. И после этого матча что-то их не поперло. По команде «Инкор», что можно сказать? Мне кажется, такой, Сергей, крепкий, средняя. Неудобная команда. Очень, да, неудобная? Я по «Миньке», мы «Миньке» с ней играли. И выходили ее выигрывать, и проиграли. Потому что реально не подстроились под нее. Да, очень много команд, мне кажется, на них очень останавливается. Она команда, скажем так, без звезд. Просто, да, интересная, дружная команда и все. Мне кажется, слово «неудобная» вообще их характеризует. Реально неудобная команда. Просто вот есть команды такие, вот «Гол» как бы «Минька» вот так вот забивают. Илья очень сильно в команде появился. Шестой номер. Молодой парень. Что касается вот, который забил Виктора, не знаю. Я так и ни разу пока от него слова ни одного не услышал. Ну, наверное, он разговаривать все-таки умеет. Может быть, ты, Кость, как-то мало им внимания уделяешь. Команде. Команде? Да. Я недоволен. Может быть, ты немножко не настраиваешь как-то. А я не пользуюсь сейчас там каким-то… Авторитетом. Ну, не то, что авторитетом. Ну, как бы, да там вообще, по-моему, авторитетов нет. Ну, надо сделать так, чтобы… А как? Как? Ну, есть там же капитан. Я предложил поставить капитаном Рому, который самый сильный, тупо сильнее, вот именно физически. И он может шатать. От этого палку? Да, мне кажется, это единственная возможность, как бы, потому что, ну, очень, мне кажется, у многих несерьезный подход к этому, а это сказывается на результате. Я думаю, что команда «Минька» на самом деле потеряла шансы на выход выше лигу, а если даже выходить, есть ли смысл? Я что-то слышал, будут эти вообще все переходы? То выше, слышал, я оставляю. А, по увеличению команд? Ну, по регламенту одна команда вылетает, три сразу добавляют. Ну, тут вот определено, как бы, цветом, да, как я понимаю, что одна команда вылетает, одна команда играет, четвертая. Ну, да, если команда… А, они хотят расширить выше. Я сейчас, как бы, вот анализирую вот эту первую лигу, да, вот если посмотреть, то «Микро» еще имеет некоторые решения. Потому что, если «СПЦ-2» по регламенту не имеет права выходить в высшую лигу, то, соответственно, ну, как бы, тут еще можно с «Соколом» побиться. Ну, тут и «Дельта» тогда имеет шансы какие-то призрачные, вот. Кольц, ну, опять же, ты говоришь о том, что стоит или не стоит выходить. Ну, вот опять же, например, команда «Здравушка», вот скажу за себя. У нас задача выхода, у нас же напрямую не стояла. И, опять же, момент такой. Я не скажу, что если мы выйдем в высшую лигу, что мы там сможем кем-то усилиться. Там, например, тот же Михалицын, Дима, он же не бросит «Союз», к примеру, там, и не скажет, «О, здравушка, там вышло, наконец-то, я пойду к ним играть». Вполне возможно, если мы сможем усилиться, например, и, опять же, если мы выйдем, вот. Мы, конечно же, усилимся кем-то, ну, а если мы, например, не сможем усилиться. Ничего страшного. Опять же, да, мы не откажемся же играть. То есть, у нас будет в одном, да, мы официально, мы вышли в высшую лигу, мы все равно будем играть. Пусть мы будем так же, как вот я скажу на примере, пусть не обидится команду «Урал-Метко». Мы точно так же будем выходить, точно так же будем биться, да, может быть, где-то будем проигрывать. Мы будем набивать шишки, какой-то набираться опыта. Может быть, даже мы вылетим в этом же, прямо в первом сезоне, вылетим обратно в первую лигу. Ну, не знаю, для меня, например, престижно играть в высшей лиге. У нас смысл тогда играть, выходить, чтобы потом отказаться и играть во второй. Да. Или можно, Жень, правильно, можно все это, заявиться в третью лигу, из года в год никуда не переходить, из года в год ее выигрывать, забивать по 170 мячей, играть с девушками, их как бы обыгрывать, там, быть лучшим бомбардиром, получать эти всякие призвания, но играть в третьей лиге. Можно просто из второй лиги выйти в высшую. Как команда «Урал-Метко». Хорошо, давай быстренько вот опустим тебя во вторую лигу, Женя. Ну, тут тебе как бы карты в руки. Вот, пожалуйста, мне кажется… Ничего себе, мы что, на вторую? Очень высокая конкуренция. Тут, ты говорил, первая лига «Мясорубка», вторая. Семь команд, которые реально будут претендовать на пятерку. Перед началом сезона, я говорю, что вы выйдете, я помню. Извините, Беремин, но эта таблица, мне кажется, не актуальна. Ну, там по играм, да, некоторые. Да, там же система «Молотой гвардии», там отзаявили, там сколько-то очков, вот у «Промагра» 11 побед, 2 ничьих, а очков 31. Ну, как-то странно это все. А что, в чем сложность? Просто Хастинг впевает, да, наверное, и все? Я не знаю, в чем сложность. Он сказал, он не может убрать их. Есть связь с Москвой, насколько я понял, это же всероссийский сайт L4R. А, то есть это они вносят, да, я понимаю? Нет, ну, вносят это Леха, но как бы в какой-то степени он не может… Ну, как-то команды убрали, а игры не убрали. Команду убрать он может, а игры убрать не может, и как-то не очень понятно. Жень, ну, задача ставится выходом, естественно, да? Ну… Перспективные проекты, прочие вещи. Перспективные. По телевизору вас показывают. Ну, конечно. По большому. По большому. Своя газета. Да, да, да. Правда, мы вошли выходим, но какая разница? Будем стараться. Ну, будет еще усиление каких-то, Жень? Я знаю, что ты как руководитель, как селекционер, как менеджер и прочие вещи, мне кажется, очень сильно. У тебя есть жилка вот этого вот, пропивания. Ну, будем стараться, ну, конечно, если выйдем в первую левую, в любом случае, надо будет менять состав. А есть тут на карандаше вообще? Да, на карандаше есть. Как тебе в суде выгонять? Вы мне больше не нужны? Да там как бы полкоманды просто руководство не выгнуло. Сказали, да вы не работники, идите, все, свободно. А вообще, насколько сложно расставаться с футболистами? Есть же у каждой команды. Люди сами уходят или как-то это, Женя, вот как? У нас есть в микро просто в виде конторщиков, да? Он как бы самый старший, он тоже может в репу дать, и он как бы просто человека сажает на скамерику запасных и все. И он потом сам просто уходит. Вот так вот Лев Леоич Ваха, вот он перешел в команду «Витязь», как бы уже даже забил гол, как бы он просто не чувствовал доверия тренерского какого-то и решил сам продолжить свой договор. Это самый оптимальный вариант, как выгнать игрока. Да, посадил, не выпускаешь, чтоб он сам ушел, потом как-то подойти и сказать себе «Давай, ты нам не нужен, все, иди». Ну ты смелся, когда определенно, да, нужно сначала сказать, что парень, извини, как бы, несмотря на то, что мы любительский клуб, но надо расстаться там. Не, Кость, ну ты скажешь за нашу команду, у нас как бы принципиально так никого вот не выгоняют. Ну вам тоже никто не выгонял. Подойти к человеку и сказать, что ты там не нужен, нет, так вот. Если человек по каким-то причинам, например, не ходит на тренировку, да, 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 на играх не играет. Следовательно, на играх он не играет, он сам видит, что он не готов. Но тогда, например, поступают предложения чаще всего из команд более низшей лиги, и люди туда, как бы, сами вот так и так объявляют, что вот мы хотим уйти. Ну, в принципе, это ваше право, тут же никого не держат, никого не заставляют играть. И люди переходят в команды. А нет такого, что вот, скажите, есть ли какие-то команды, где чмырят людей? В каком смысле? Ну вот, знаешь, вот пришел, а его, как бы, там, ну просто слышишь, ты там, вообще, иди отсюда, там. Ну, я такого не встречал. Вроде как бы... Интересно. 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 Нет, ну в шутку, наверное, шутку такой есть в каждой команде. А есть в каждой, скажите, команде человек, над которым смеются? Есть что бы удобно, да? В любом коллективе есть такой человек. Вот я могу сказать, что вот, на самом деле, Лев Привович, Ваха, это был реально вообще крутой чувак. Вот я его уважаю, вот, хотя бы за одно то, что это человек, который умеет смеяться над собой. Мне кажется, вот, как раз таки, вот, если возвращаться, там, в команде ритм, там, и еще к чему-то, да. Мне кажется, самая большая проблема, когда люди не умеют над собой смеяться. И, говорит, настолько серьезно, что даже сам все не умеют. Да, вот, очень прикольно. Есть люди, которые смеются над другими, но над собой у них большая проблема, как бы. Да, вот, Ваха, в этом смысле, он никогда не держал зла ни на кого. Тоже элемент команды Мика. Возвращайте Леву. Мы всегда... Наши двери всегда открыты для Лев. Нам нечем поговорить. Да. В любом случае, Ваху всегда, мы все его любим. Это какой-то артефакт такой футбольный в нашей лиге. Вот эти еще... Ну, он сейчас в команде Витязь точно так же задает тонный ритм. А, есть? Мы с ним играем товарищеские игры каждую среду. Ну, кстати, говорят, усилил. Ну, это не знаю. Не знаю. Когда я помню, Ваха пришел в команду Микро, когда мы только познакомились, я только попал туда. Я вообще, мне казалось... У него такая супер скорость. Он визжал, такое ощущение, что он антилопа. Ну, сейчас, конечно, там он больше стал похож на Аромарио в конце карьеры такой, знаешь, тяжелый абсолютно. На опыте. На опыте, да. Фартовый парень. Вот, сюда опустимся. Колхоз стимул третья лига. Ну, у нас есть игра. Выиграл колхоз. Колхоз со скрипом. Ну, тут вам, наверное, уже вообще ничего не говори, Женя. Почему? Я за всеми лигами слежу. Нет, все равно интересно посмотреть. То есть, ребята... Вот, Кость, вы там обсуждаете в передачах. Кто-то, конечно, есть люди, которые действительно вообще не интересуются никакой лиги, кроме своей. Мне, в принципе, как бы я слежу за всеми результатами. Я не скажу, что я смотрю все матчи прям. То есть, такого нет. Ну, мне интересно, кто выиграл. Мне приходится часто очень. Интересны случаи, когда, например, кто-то там из низа таблицы обыгрывает середняка или вообще того, кто идет вверх. Вот, у команды Колхоз мне очень сильно интересна их форма. То есть, люди с баллончиком взяли сзади и написали номера. Это уже очень интересно, оригинально. Ну, зато, понимаешь, это опять же, если вот, мне кажется, красной линией проходит слово регламент сегодня нашей программы, да, такой задал тон. Просто я когда читал регламент о том, что на футболках должно быть нанесено номера в футболе, я почему-то сразу в голове всплыла именно команда Колхоз. А Вектор? Так, конечно. У Вектора Манишки на спине тоже написано. А Вектор не та команда, где человек играет в футболке фэшн такой, знаешь, у него бриллиантик такой, короче, буква Ф в середине, нет? Не видел. Ну, команда, кстати, стимул тоже будет. Вот, если честно, в том кадре посмотреть, тут тоже форма такая своеобразная. Может, он думал, что он форвард? Ради фейдж. Ради фейдж. Ну, в любом случае, вот, пожалуйста, Колхоз как бы выиграл Вегаса, проиграл Осколк Бетону. Кстати, Осколк Бетон никогда какое-то отношение имел к спецпоставке. Спецпоставка имела никогда, а команда Промагра имела это отношение к спецпоставке. Никакого. Ну, Жень, ты как-то с Осколк Беконом какой-то есть там общение? Ну, конечно, мы знаем друг друга. Что там они, как они, что вообще? Как-то они в наш обзор почему-то не попадают. Никогда. Не могу ничего сказать по этому поводу. Массаж, все серьезно, массажисты есть в команде. Интересно, вот появится когда-нибудь какой-нибудь человек в нашей лиде, который скажет, слышишь ты, Костян, ты меня по телевизору показал, ты что офигел там, ну, что-то типа такого, знаешь, какого хрена там. Что, еще не было? Должен, нет, ну, как бы, вот именно что показал, вот, знаешь, то есть такого еще… Да, 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 какого фига ты меня вообще показывал. Авторские права. Это можно в регламенте прописать. Я вообще думаю, что нужно в регламенте прописать то, что, короче, любой, любая команда по требованию программы BBG обязана, короче, посетить. Потому что вот эти вот уговоры вот эти, которые я вот сегодня 555 человек отзвонил, чтобы собрать трех, короче, человек. То есть мы запасной вариант. Нет, мы не запасной вариант, но, как бы, в процессе, как бы, я формировал кого вот туда-сюда, то есть, как бы, ну, вот, частенько приходится, кто-то не успевает, еще что-то как-то. Сергей Тутов только лишь по связи может пока. Ну, понятно, кому надо было. Надо было по скайпу его пригласить. Опять же, было бы какое-то новшество. Вот мы бы сидели там втроем, и Сергей тут вот бы сидел у нас отдельно через скайпы с нами. По скайпу. Давайте я лучше в следующий раз три ноутбука здесь поставлю. На скайп вас всех здесь выйдут и кто-то с вами по скайпу разговаривает вообще. Хорошо. Класс там будет. Можно даже на работе быть. Кто-то бы в домашнем халате, кто-то бы там в трусах бы сидел. Так у них приоритет, они пиво могут там под скайп убить. Так, поехали дальше. Ну, команда «Колхоз» имеет свой, так сказать, футбольный, футбольный почерк, футбольный запах. Мне кажется, по отношению к команде «Колхоз» именно слово «запах». Мы, кстати, с команды «Колхоз» некоторых ребят знают, даже на тренировки к нам приходят. А вот девятнадцатый номер, он очень живой, вот он сейчас гол забьет. Так он уже даже в «Здравушке» играет? Да, это наш бывший игрок. А что, почему произошел какой-то такой вот, ну… Нет, Кость, я не скажу, что какой-то произошел ситуация, он ушел от нас зимой. Это Артем Никулин, ушел от нас зимой. В «Здравушке» в тот момент, именно в зимнем турнире начались какие-то проблемы. Артем решил вспылить, да, с командой? И он перешел в команду «Сокол». Ну, как там получилось? А команда «Сокол» стала во второй лиге чемпионами. Ну, то есть, заняли первое место. Ну, и вот как-то летом, скажем так, он к нам не просился, мы его тоже не звали. У него какие-то свои интересы, свои задачи. Говорит иногда, что там у него и травмы мешают играть в более высших лигах. Ну, это… Он Песчанский, так что… Ну да, нашел свой коллектив, тем более Песчанка, тоже проект, которые говорят долгосрочные. Вот, что и самое интересное, что у нас… Ух ты, влядь, да? А если бы забило? Моментище, да? С разворота еще раз, давай, вот, вернем. Нет, вот, бывают пули нормальные вообще. Бля. Хотя, может быть, он вообще давал пас, или хотел, может быть, развернуться. Ну, так получилось. Хотел, развернувшись, обработать, ты имеешь в виду, вот, хотел… А может быть, в 23-м он хотел пас, да? Да ну, ты чего? Да почему? Через себя как-то, да? Нет, ну, главное, что колхоз опять же выиграл. И команда Вегас выиграет. Интересно будет, наверное, вот, второй круг, как они сыграют. Да, да. Вот удар через себя, как бы. Интрига всего чемпионата, наверное. Ну, помысел его был чист. А если бы он забил, сейчас бы мы сидели и нах… Ну, говорили, какой красавец. Вот это бы, да, урыли. Костя бы нарезали. Ну, а если бы у бабки тоже оно было бы деткой, а так она все время еще бабка… Ну, вот, собственно, третья лига вот так вот выглядит. Бетон, кстати, глянь, совсем неплохо. Да, они, в принципе, подтянулись уже, видишь, вот рядом с троечкой. Может быть, и с Вектором. Вектор в эти выходные сыграл в ничью. Оскол Бетона, если не ошибаюсь, выиграл. Опять же, подтянулись одно очко, разница, в принципе. Можно бороться, и тот же Техас недалеко, и вот команда Алексея. Спорт для всех тоже. Ну, это для меня какая-то какая-то… Что за команда такая спорт для всех? Я никак не могу понять. Какие-то футбики, да? То есть, пацаны какие-то такие, футболисты. Ну, там молодых, да, много футболистов просто взяли. Что с Колл Телекомом мешает играть хорошо? Это же родная команда. Да, со Сколл Телекомом недавно было общение. Там у них тоже как-то… Атрис к ним вошел там частично, да? Да, да. Я вот подметил тенденцию, вот одну… Не я даже кто-то мне подсказал. То есть, Алексей Иванов… Ну, Александр Иванов. Кто-то, что… Как только какие-то игроки вот Атриса куда-то это, то команда обязательно разваливается. Ну, будем ждать. Я Сколл Телеком все-таки… Ну, скорее всего, вылетит, конечно, что тут говорить. Ну… Кость, ну вообще перспективы, желания у них все равно так они будут играть? Или эта команда может быть только на лето и вот… И все они… Что ты скажешь? А, по перспективе, я думаю, что по финансированию там, я думаю, вопросов-то никаких не будет. А вот, как бы, насчет желания там, что-то, какие-то результаты добиваться, ну, не могу тебе ничего сказать. А есть ли человек, который занимается, может быть, там, опять же, селекцией, которые… Да, ну, я думаю, так далеко, как бы, пока этот клип… Ну, там вновь образованный первый сезон, я думаю, что… Так они и раньше СОЭС были. Очень, очень сложно. Ладненько, ребят, пожелаю вашим командам удачи, у вас все серьезно, как бы, да, все претендует кто-то на подъем вверх, кто-то на становление правильного, как бы, дальнейшее, там, еще что-то. Удачи в лигах, встретимся, наверное, через неделю. Спасибо за внимание. До свидания.